Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вчера я рассказывала о том, что начинающим огородникам лучше начинать с посадки лука в свой зимний огород, если вы вообще ничего никогда не выращивали и понятия не имеете. Если у вас нет ни подсветки, ничего, то единственный вариант это лук. Но ясно, что хочется вырастить совсем не лук, а что-нибудь, у чего есть плоты. Конечно, можно вырастить и помидорку, можно вырастить и огурец, и некоторые с успехом с этим справляются, но это самый сложный вариант. Как я говорила, лук самый простой, потом салат, где нужна подсветка, но где сильно не надо ухода и не нужно сильно долго ждать. Салат он растет прекрасно, но свет ему все равно нужен, но зато ему не нужно ни подвязки, ни формирования куста, ни посынкования, ни подкормок, ничего. Он буквально за месяц наградит вас таким объемом зелени. Но и о посеве его я даже не буду рассказывать, просто насыпаем землю, рассыпаем, приминаем, поливаем. Я хочу рассказать о более сложном варианте, по ступенькам дальше идем, огурец. До помидорки потом дойдем, есть у меня и помидорка, хочу посадить нынче и перец. Но более распространено все-таки выращивание огурца. Много зрителей пишут, многие, что они выращивают огурец на балконе. И сразу скажу, что если вы возлагаете на огурец свои надежды большие и думаете, что получится такой же урожай, как на улице, прям ведрами, нет, такого урожая не будет. Но все равно какой-то урожай будет, он будет немножко поменьше, чем в открытом грунте летом, но зато это будут свои ароматные, вкусные, безвредные, экологически чистые. И, конечно, они с магазинными не сравнятся, с тепличными. Потому что некоторые магазинные огурцы покупаешь и даже нет свойственного, характерного огуречного запаха. Свой огурец, он даже если один пошуркаете в окрошку, вы его сразу узнаете, что это свой. Но у меня вот такой пока крошечный, потому что выращивать огурцы зимой не очень. Просто я хочу некоторые секреты выращивания, получения урожая хорошего огурцов в зимнем огороде на окне или где-то на стеллаже с подсветкой рассказать о начинающих огородниках. Тут самое главное, от чего мы должны отталкиваться, это выбор сорта. Если про лук и про салат, я даже не упоминала про выбор сорта, лук высаживаем любых сортов, салат сеем любой. Видели, кто предыдущие мои видео смотрел, видели, что я вот московский парниковый, это наш по 4 рубля пачка. Вот это импортный, в глянцевый, в большой такой пачке. Они растут одинаково хорошо и этот, и этот. От сорта ничего не зависит. В огурце это самый главный фактор, от чего зависит успех всей вашей операции выращивания огурца. Вот я свой, конечно, я специально не покупала, но все-таки из моих остатков семян, где-то одна была семечка, где-то две, я выбрала все-таки те, которые специально способны выращиваться. Сейчас я скажу, как выбирать. Есть вообще специальные сорта, на которых прямо написано, что это специальный сорт для выращивания на балконе, для выращивания на окне. Но если специального сорта нет ни у вас, ни в продаже, в вашем магазине, то есть характеристики, по которым вы можете выбрать наиболее удачный из неприспособленных. Во-первых, вам не нужно большие, сильно облиствленные плети, чтобы он был огромный. Поэтому дома я не выращиваю зазулю, хотя это чистый тепличный огурец, но он разрастется очень большой, и мне кажется, ему мало будет всего, ему нужно всего много. Я вот нашла остаток огурца Манул, на нем написано, возможно выращивание в зимних весенних теплицах. Это наша вот фирма местная, алтайская, золотая сотка Алтая, можете любой другой фирмы. И тут написано, короче, высокоурожайный гибрид для отапливаемых теплиц, парников и открытого грунта. То есть его можно и в открытом грунте, но и в парниках, и в теплицах, там где нет пчел. Значит, для его, для получения урожая пчелы не нужны. И еще самое важное, растение слабоветвистое, то есть он не будет, не заполонит ваше окошко, он не разрастется на всю квартиру. Ну дальше цилиндрические описания, все-все-все. И потом написано, гибрид ценится за высокую экологичную пластичность, болезнестойкость и теневыносливость. Вот это самое главное, теневыносливость, это основное качество, по которому вы должны выбрать свой огурец для выращивания на окне. Ну и вообще просто для зимнего выращивания. Дальше добавлено, показывает отличные результаты в зимне-весеннем обороте. Все, вот это основное, значит вот этот манул, еще называется как-то он, ТСХА211, он идеально подходит для моего зимнего выращивания. Правда он долго у меня всходил, он сейчас крошечный, только первый листик прорезался. Но я знаю, что ему даже если будет немножко недостаточно солнца, то он переживет, он у меня не разрастется. Все, вот с выбором сорта немножко прояснили. И для чего я вот все-все-все так подробно рассказываю, потому что сортов огурцов у нас очень много. Есть прекрасные засолочные сорта, которые ценятся именно потому что держат форму в банке, все, нам это не важно. Есть прекрасные пчелоопыляемые сорта, компактные, кустовые всякие. Но для зимнего выращивания они вообще не подходят. И поэтому, выбирая сорт огурца именно для зимнего выращивания, отметаем все пчелоопыляемые, отметаем все засолочные, для консервирования. Вот эти все сорта все не берем. Лучше всего остановить выбор на портонокорпическом гибриде. И лучше всего, если это будет специальный сорт для выращивания на балконе, на окне. Если такого нет, то просто хотя бы теневыносливый, на котором написано, что он для зимнего и весеннего выращивания. Все. С выбором сорта определились. Но еще немаловажно, тут еще есть один нюанс, что огурец, как бы вам сказать, он немножко обжора. Ему нужно много грунта. И вот только сейчас, как только у него появится один-два настоящих листика, я его буду пересаживать в отдельную тару. И при выращивании, если вы хотите полный цикл растения в зимний период пройти, нужно ему много грунта. На каждого огурца, на отдельное вот такое крошечное растение, ну когда оно подрастет, требуется не менее 5 килограммов земли. То есть, если я сейчас буду выращивать его в ведре, а я буду выращивать в ведре, или в одно 10-литровое ведро я высаживаю два саженца, или один огурец у меня будет расти в 5-литровом ведре. Потому что иначе ему меньше. И еще он очень требователен к грунту. Кто высаживает огурцы в бедный, неплодородный грунт, в котором мало азота, маленькое содержание азота, урожай будет минимальный. Ну вы представьте, ему солнца мало. Если еще не дадите ему то, что он любит, когда мало азота, вы сразу увидите, листики будут маленькие, у вас будет он цвести, отцветать. И вот эта зависть, большинство вот этой зависти будет желтеть и отваливаться. Вы будете думать, что он болеет, что что-то ему не то, а ему просто не хватает азота. Вот я, когда сейчас буду выращивать огурец, я прям буду делать вот этот свежий перегной, перепревший до состояния коричневой земли. И грунт обычный буду делать пополам. Возможно, даже еще потом сверху посыплю вот этим перегноем, чтобы он был жирненький. Так, жирненький хорошо, жирность обеспечим. Обеспечим нужный сорт, но еще один фактор, без которого огурец не вырастет. Хоть как вы его, хоть вы ему самый лучший грунт дайте, хоть самый такой дорогой сорт купите, если не будет подсветки, огурец не вырастет. Поэтому хочу всем начинающим огородникам сказать, что если у вас нет дополнительного освещения на окне или там в вашем уголке, где вы хотите огурец вырастить, вы лучше его не мучайте. Он у вас не вырастет. Огурцы нужна обязательно дополнительная подсветка. И вот я специально, в противовес вот этому луку, хочу сказать, что лук может вырасти, и ему достаточно того солнца, которое поступает в окошко. Если особенно южная сторона, и если осень такая бабье лето, он очень хорошо сейчас растет, есть и зимние дни такие светлые, солнечные. Огурцу сколько бы солнца зимой не было, ему этого не хватит. Не мучайте его, не издевайтесь над ним. Или покупайте ему подсветку, лампу. Очень мощная ему нужна лампа. Или ждите до весны. Все. Вот смотрите. Многие выращивают огурец, многие получают урожай, и я даже читаю вот комментарии зрителей. Но вот этих три секрета, которые я хочу вам раскрыть, которые вовсе не являются секретом, но все-таки это секрет успеха. Первое. Удачный выбор сорта. Второе. Достаточное количество грунта, и грунт достаточно плодородный должен быть. И третье. Это дополнительное освещение. Если вы вот эти три условия выполните, то вы вполне легко, без всяких каких-то дополнительных навыков, сможете вырастить огурец. Сам процесс, он несложный. Вы будете его, ну, подвяжете на палочку, может быть, протянете веревочку, как шпалеру, типа, будете его подвязывать или обкручивать, будете его посынковать, потому что лучше всего ввести в один ствол, чтобы он не мешал, ну, как, не заслонял вам свет. Все это очень просто. Будете поливать, будете частенько опрыскивать, потому что сухой воздух он не любит. Он любит повышенную влажность. И все, этого достаточно. Самое главное, не ошибиться на старте. То есть, сорт обязательно выбираем, объем обязательно, следуем инструкциям специалистов и плодородия, и обязательно подсветка. Все. Я, конечно, покажу вам вот этого своего карликового огурчика, вырастет он или не вырастет, не знаю, или стоит, может быть, купить новые семена, какие-то специальные для зимнего выращивания. Но вы можете попробовать. И даже если у вас будет маленький урожай, это хотя бы будет первый опыт. А если он будет положительный, он вас сподвигнет на следующий год на более осознанный выбор и сорта, и всего, и получите больше урожай. Начинается все с малого. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова, моя огородная азбука. В следующем видео я расскажу вам приятную новость о том, что следующий розыгрыш у нас будет. Будет разыгрываться не только лампа, вот эта профессиональная от фирмы Марс Гидро, но и палатка для выращивания растений. Это вообще чудо какое-то. Все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok